Здравствуйте! Это программа Жизнь и Дорога. Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Макеев Александр Алексеевич, начальник МРЭО Госавтоинспекции ОМВД России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Насколько я знаю, у Рязанского МРЭО изменился график работы. Какой он теперь и на какой график нужно рязанцам ориентироваться? Ну, хотелось бы информировать жителей нашего региона и гостей наших, что межрайонный регистрационный экзаменационный отдел будет работать теперь с 8 до 17 часов, обед остается с 13 до 14, кроме воскресенья и понедельника. В воскресенье и понедельник в выходной день. Решено было пойти на такое, скажем, изменение графика, чтобы побольше принимать людей, которые хотят поменять водительское удостоверение и зарегистрировать транспорт. По их пожеланиям, просьбам, проанализировав ситуацию, решили изменить график. То есть, теперь ожидается такой большой наплыв посетителей, видимо, со смещенным графиком. А получится справиться с таким наплывом? Ну, как бы наплыв, мы не боимся этого наплыва. Мы уже работали с обменом водительских удостоверений, когда происходил массовый обмен. Сейчас гораздо это все упрощено и растянуто. Единственная, опять, информация для наших жителей, то, что водительское удостоверение, которое заканчивает срок действия в 2023 году, постановлением правительственным продлено на 3 года. То есть, действие водительское удостоверение может действовать еще 3 года и со спокойной душой вы можете управлять автомобилем, ездить по дорогам нашей страны. Но это распространяется только на водительское удостоверение, которое стекает в 2023 году. Совершенно верно. Следующий все остается и возвращается на круги своя. Нужно будет менять. По мере окончания водительского удостоверения нужно будет приходить к нам, приносить медицинскую справку, паспорт водительского удостоверения, оплатить госпошлину 2000 рублей, и мы поменяем водительское удостоверение. Давайте тоже напомним нашим зрителям, что где находится наш МРЭО, что у МРЭО есть еще одно отделение облез М5МОЛ. У нас сейчас поменять водительское удостоверение можно как на Солнечный дом 1, так и в торговом центре М5МОЛ. Это новое открывшееся отделение, оно уже работает практически год, находится в торговом центре, и можно обратиться через МФЦ, поменять водительское удостоверение. По регистрации вы можете обращаться точно так же на улицу Солнечную и в торговый центр М5МОЛ. Экзамены и прием экзаменов осуществляется только на территории здания Солнечный дом 1, и все экзамены проводятся, и документы, которые вы сдаете, храните, получаете, все находятся только здесь, на улице Солнечный дом 1. Ну, кроме личного приема, наверняка можно записаться и через приложение, через госуслуги. Возможно ли это? Да, на данный день, как мы считаем, пробовали, общались с людьми, как они рассказывают. Приложение очень удобное, позволяет минимизировать посещение наших подразделений, записаться, скажем так, сидя на диване дома, записаться на прием, выбрать удобное время, удобный день, прийти к нам и получить услугу. Единственное, что сейчас поменялась оплата по государственным пошлинам, раньше на портале было возможно оплатить это со скидкой, а сейчас эта возможность отсутствует. Поэтому люди немножко, скажем, стали отдаляться от этого, от портала государственных услуг, поэтому большая, огромная просьба, не теряйте эту ниточку, приходите к нам, записывайтесь через портал, мы будем рады вас всегда принять. А такой момент, ведь наверняка в МРЭО, кроме замены водительского удостоверения, есть много других услуг, которые оказываются населению. Основные услуги – это прием экзаменов, обмен водительских удостоверений, и большинство, которых действие мы производим, оказываем услуг, это, естественно, по регистрации транспорта, который включает в себя множество услуг, в том числе и по снятию, и по перерегистрации, и там, очень-очень их много. И в любой момент мы готовы их оказать нашим гражданам. Просто нужно записаться к нам, прийти, но также не забываем про ту категорию людей, которые, скажем, интенсивно пользуются или неактивно пользуются порталом государственных услуг, или по своему возрасту не могут воспользоваться этим. Поэтому мы можем принять их на личном приеме и непосредственно в день обращения оказать государственную услугу, с которой к нам они обратятся. Но вот регистрация и перерегистрация автомобилей, то есть летом, понятно, летом сотрудники госавтоинспекции могут легко осмотреть автомобиль, но меняются ли как-то услуги, которые оказывает МРЭО в зависимости от погоды? То есть, ведь автомобиль под дождем не посмотришь или под снегопадом? У нас в связи с тем, что оказываются государственные услуги, есть определенные регламенты, определенные требования к зданиям. Поэтому у нас на регистрационном отделении оборудована площадка осмотра, она оборудована навесом, освещением, и, скажем так, погодные условия у нас не сильно переживаем. Мы волнуемся за это, но инспекторам приходится терпеть все равно эту улицу. Поэтому тоже большая просьба к нашему населению немножко снисходительно относиться к ним, потому что они тоже работают на улице. Всем и люди, как говорится, да. Ну, то есть, никак не меняется оказание качества услуг и количество оказываемых услуг в зависимости от времени года, погоды. Всегда можно быть уверенным, что записавшись или через портал госуслуг, или через личное обращение, услуга будет оказана. Совершенно верно. Это никак не влияет. Единственный, опять, момент – это не забываем про прием экзаменов. Ну, естественно, все мы должны адекватно это оценивать. Это прием экзаменов на категорию А – это мотоцикл. С наступлением холодов мы прекращаем прием и, соответственно, ждем, когда придет весна, и мы вновь встретим наших любимых мотоциклистов. Очень многие жалуются, ну, уже с этим как бы смирились, но транспортные средства, которые переоборудованы. То есть, если раньше закон, ну, как бы не смотрел на это, то сейчас вступил в действие технический регламент, и он, соответственно, очень жестко ставит рамки. То есть, нельзя на автомобиль устанавливать размерность колес, которые больше или меньше установлены заводу-изготовителя. То есть, все мы видим, какие у нас ездят, скажем, джиперы, которые ездят там по грязи, куда-то там выезжают. Ну, нельзя такие машины ставить на учет и выпускать их в город. Соответственно, их нужно только проводить такую процедуру регламентную, как переоборудование. То есть, автомобиль, выпущенный из завода, на него устанавливается, берется разрешение на переоборудование, на него устанавливаются там какие-то дополнительные элементы, и после этого он получает свидетельство о безопасности конструкции, и приходит к нам, и мы уже вносим изменения в регистрационные документы, и после этого только мы его тогда, допустим, до движения в городе. Это, то есть, в зависимости от всех изменений? От любых изменений, по большому счету, ну, это даже будет касаться тех же фаркопов, если это не предусмотрено заводом-изготовителем, бамперов, багажников. Все, что ставится на автомобиль, это внесение изменений в конструкцию. Если это не предусмотрено, еще раз подчеркну, заводом-изготовителем. А вот, да, мы такую хорошую тему подняли. А вот какой еще вопрос наболевший у рязанцев? Какие еще такие вот бывают? У рязанцев еще наболевшие вопросы сейчас очень многим разрешили там всяческие пособия выдавать. У них организации запрашивают очень много информации по транспорту. Им приходится обращаться к нам, писать заявления, получать справки, и опять относить их в те органы, которые они требуют. Как бы существует система межведомственного взаимодействия, и, в принципе, любая государственная структура может сделать этот запрос, либо к нам, либо мы им ответим, либо мы у них что-то попросим. Ну, вот как бы пока они только ходят к сами. Но идем навстречу, людям все равно помогаем. Ну, изменения в конструкции, я так понимаю, это для людей с ограничениями в здоровье? То есть, какие-то или как? Это тоже, вы правильно поняли, это тоже самое изменение и внесение изменений в конструкцию, установка на транспортные средства дополнительных каких-то конструктивных особенностей, как дополнительные педали, либо там рулевое управление, ручное. То это тоже внесение изменений в конструкцию. Это тоже все регистрируется, это тоже все вносится, вписывается. И после этого, только после проверки, что это безопасно, мы допускаем это транспортное средство движения. А на что еще Рязанцы обращают? Жители нашего города, скажем, очень интересуют, в какую школу пойти обучиться, где получить свидетельство об окончании учебы на ту или иную категорию. Вся эта информация есть, находится в нашем подразделении на информационных стендах, также в интернете на нашем сайте. Вы можете посмотреть и рейтинг этих автошкол, и какое количество они приводят людей, какое количество их сдают с первого раза и последующего. То есть, и для себя сделать какие-то определенные выводы. Но, скажем так, большая просьба при выборе не бросаться в первую автошколу какую-то, а вот повнимательнее отнестись к этому, прийти, посмотреть, а потом уже для себя принять решение, что идем именно в это. Сейчас же у нас вступило в силу новое законодательство с сентября, если мне память не изменяет, и про то, что лобовое стекло водительское не должно быть увешано разными предметами, чтобы он все видел, и про то, что нельзя использовать шины летней зимой, зимней летом. И то же самое про тонировку. Если такая машина приедет к вам, да, что будет? Если приедет к вам машина, у которой все лобовое стекло увешано лисьими хвостами и вымпелами, если вот зимой приедет на летней резине, если приедет тонированный просто, я не знаю, ниже 70% допустимых, что будет с таким автомобилем, что будет с таким автолюбителем. Мы вынуждены будем отказать в приеме. И документы-то мы примем, естественно, мы все подготовим. Но, в осмотре, вынуждены будем отказать и отправить на исправление указанных недостатков. То есть, либо вы сейчас это все устраняете, мы готовы вам зарегистрировать, либо когда устраните, по мере приедете, мы вас готовы принять обслуживание. То есть, условно говоря, если даже человек приедет с тонировкой, то это как на посту госавтоинспектную или при рейдах тренировки. То есть, если человек оторвет эту пленку... На месте. Вопросов нет. Ну, опять же, колеса он вряд ли на месте отбортирует и поставит, переобудется с летней на землю. Ну, к этому нужно быть готовым. Вообще, покупка автомобиля – это, скажем, такой серьезный шаг, тем более сейчас, когда, скажем, такая ценовая политика поменялась. Автомобили стали стоить гораздо-гораздо дороже даже бушные. Поэтому рекомендательный характер такой – при покупке внимательно смотрите, что вы покупаете, как вы будете регистрировать, задумайтесь об этом. Не доверяйте людям, которые вам обещают все это сделать. Все это будет просто проблематично и скажется на ваших нервах, и, я думаю, что в вашем кармане. Поэтому не надо из этого делать какую-то трагедию. Просто к этому внимательно подойти, отнестись. И я думаю, что в большинстве случаев, кто к нам обращается, все остаются, скажем, довольны с получением государственной услуги по регистрации транспортных средств. И мы всегда рады их видеть снова. Ну, и такой тогда вопрос. Опять же, если человек приедет на радостях от покупки автомобиля, но что-то будет не так, сотрудник госавтоинспекции угажет ему, какие вещи нужно изменить? Соответственно, да. Но это происходит на осмотре. И, естественно, сотрудники рассказывают и подсказывают автолюбителям нашим, какие необходимо внести изменения, которые были, вернее, какие устранить недостатки, необходимы покупателю. Александр Алексеевич, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. Мы ответили на вопросы, которые так интересуют водителей. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok